здравствуйте дорогие друзья пришла очередь поговорить о еще одном важном компенсаторно приспособительном процессе в частности о гиперплазии гиперплазия также как и гипертрофия представляет собой увеличение размеров или объема органа или ткани но в данном случае не за счет увеличения размеров клеток а за счет увеличения их количество в основе гиперплазии лежит во-первых активация пролиферации клеток предшественников или стволовых клеток а также возможно активация пролиферативного потенциала уже более дифференцированных клеток за счет синтеза и высвобождения различных факторов роста при этом гиперплазия как и гипертрофия выступают и в качестве приспособительного или адаптационного процесса и в качестве компенсаторного процесса при развитии тех или иных патологических процессов зависимости от условий возникновения гиперплазия может быть как физиологической так и патологической также выделяют виды гиперплазии основанные на этиопатогенезе это реактивная или защитная гиперплазия гормональная или нейрогуморальная гиперплазия а также компенсаторная или заместительная гиперплазия давайте более подробно рассмотрим каждый вид гиперплазии в отдельности итак реактивная или защитная гиперплазия. Подобная гиперплазия характерна главным образом для органов иммунной системы, в частности тимус, селезенка, лимфатические узлы, красный костный мозг и т.д. и обусловлена повышенной потребностью в тех или иных форменных элементах крови, либо реализации иммунного ответа. Примером подобной гиперплазии могут выступать реактивные изменения со стороны лимфатического узла в случае высокой антигенной нагрузки. Подобные изменения в лимфатических узлах получили название фолликулярная гиперплазия. Как видно на микропрепарате, значительная часть лимфатического узла представлена корковым веществом с многочисленными лимфоидными узелками с крупными светлыми герминативными центрами, что обусловлено активной пролиферацией клеток лимфоидного ряда в ответ на возрастающие потребности в антиген зависимой дифференцировке лимфоцитов. Аналогичные реактивные гиперпластические изменения могут наблюдаться и в красном костном мозге. В данном случае в результате мобилизации защитных сил организма в костном мозге происходит гиперплазия миелоидного ростка и подавляющая часть созревающих клеток представлена клетками миелоидного ряда, промелоцитами, миелоцитами и т.д. Гормональная гиперплазия, как и гормональная гипертрофия, возникает в органах-мишенях под действием гормональных стимулов. Она может наблюдаться как в физиологических условиях, например гиперплазия молочной железы при беременности и лактации, или гиперплазия эндометрия в фазу пролиферации менструального цикла, так и при патологии. Типичным примером подобных изменений является гиперплазия предстательной железы. На данном макропрепарате представлена предстательная железа со значительным увеличением правой, левой и средней доли органов. Как известно, через среднюю долю предстательной железы проходит мочеиспускательный канал, поэтому ее увеличение приводит к сужению уретры и затруднению процесса мочеиспускания и опорожнения мочевого пузыря. Микроскопически подобные изменения в предстательной железе характеризуются следующими изменениями. На малом увеличении предстательная железа представлена двумя основными компонентами, железистым компонентом и фиброзно-мышечным стромальным компонентом. И гиперпластический процесс в предстательной железе включает в себя пролиферацию как железистого компонента, так и стромы. В частности, железы увеличены в размерах, расположены плотно к друг другу, приобретают причудливую ветвящуюся форму. В случае с гиперплазией предстательной железы процесс чаще всего вызван гормональными нарушениями. В частности, в этиологии большое значение имеет повышение активности фермента 5-альфа-редуктазы, которая приводит к избыточной трансформации тестостерона в биологически более активный дигидротестостерон. Аналогичные гиперпластические изменения гормонального характера могут наблюдаться и у женщин со стороны эндометрия. Наблюдается пролиферация как железистого, так и стромального компонента эндометрия. Железы приобретают извитой ход, появляются так называемые штопорообразные железы. Наконец, еще одним видом гиперплазии является так называемая компенсаторная гиперплазия, то есть гиперплазия, направленная на компенсацию или замещение сниженной или утраченной функции. В качестве примера может выступать появление экстрамедулярных очагов кроветворения в таких органах как селезенка, лимфатические узлы или печень. Другим примером может быть компенсаторная гиперплазия гипотоцитов с образованием узлов регенератов при развитии цирроза печени. В данном случае на микропрепарате печени в центро-лобулярном отделе дольки отмечается скопление клеток, которые представляют собой гемопоэтические клетки на различных стадиях своей дифференцировки. По сути происходит возврат печени к эмбриональному состоянию, когда печень выступала в качестве основного гемопоэтического органа. Подобные же очаги экстрамедулярного гемопоэза также могут наблюдаться и в других органах, например в селезенке и лимфатических узлах. Возникает вопрос, почему же данная гиперплазия является компенсаторной? Появление экстрамедулярных очагов кроветворения направлено на компенсацию недостаточной гемопоэтической функции красного костного мозга в условиях значительно возрастающей потребности форменных элементов крови. Это может наблюдаться при тяжелых анемиях или поражениях самого костного мозга. Еще одним примером компенсаторной гиперплазии могут выступать изменения, наблюдаемые при таком заболевании, как цирроз печени. На данном макропрепарате представлена печень в состоянии цирроза. Консистенция органа плотная, а поверхность мелкобугристая за счет наличия многочисленных узелков. Микроскопически данные узелки и представляют собой очаги гиперпластических разрастаний гепатоцитов. Они формируют так называемые ложные дольки, окруженные прослойками грубоволокнистой соединительной ткани. По своей сути это можно назвать регенераторной гиперплазией, то есть происходит компенсаторная регенерация гепатоцитов в попытке компенсировать сниженную функцию печени. Конечно более подробно о том что происходит при циррозе печени мы уже разберем позже, когда будем говорить о заболеваниях печени в разделе частной патологии. Таким образом гиперплазия представляет собой увеличение размеров или объема органа или ткани за счет увеличения количества клеток. Она может встречаться как в физиологических, так и в патологических условиях. В зависимости от причин и механизмов выделяют следующие виды гиперплазии. Это реактивная или защитная гиперплазия, гормональная и компенсаторная или заместительная гиперплазия. В качестве примеров различных видов гиперплазии могут выступать реактивная гиперплазия органов иммунной системы, железистая или гормональная гиперплазия эндометрия и пристательной железы, компенсаторная гиперплазия с образованием мочугов экстрамедулярного кроветворения. Гиперплазия, как и гипертрофия, является потенциально обратимым состоянием. Длительная и персистирующая гиперплазия может привести к появлению атипизма и злокачественной трансформации. Об этом важно помнить.